Он лает, мешает нам. Ну, веди там к воротцам. Зацепи и скорей туда. Паля, 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 паля. Выходи сюда. Пойдем. Иди домой. У тебя ребятишки там. Так, где он? Я на практике покажу сейчас. Вот она где. Паля, паля, пошли туда. Пойдем. Паля, паля, где она у меня, Паля? Вот она где. Паля моя хорошая. Вот так. Пойдем, заходим. Закрывай дверь быстро. Свет-то выключить? Да. Так, быстро. Сережа, где? Заходи. Я свет выключил. А? Я свет-то выключил. Ладно, ничего. Далеко не ходи. Сегодня утром было так, на рыбалке были. Вот эта вот Аска, эта огромная моргушка сделана, пока непонятно там, не ловится погода там или что-то. Она к берегу подтягивается им. А этот стоит сзади рядом, руки так или так. У меня был такой Ваня высокого роста в лагере. Помнишь? Высокий такой. Да, да. А потом с отцом приезжал-то. Я его допрашивал, было или не было, что там с мальчиком его обвиняют в прикосновениях к мальчикам. А Виталий говорит, я понял, в чем дело у меня. Я был маленький когда. Его отец Виктора, мать, как звать? Людмила. Людмила. Сама, имя-то ее какое. И она тебе, как ты сказал, по рукам била фактически. Все сама, все сама. Сделай то другое. И ты такой остался. Вообще объяснение это аморфное. У тебя своя голова и ум. Ты в это время мог что-то лепить, делать, сбивать. Она бы не ударила, ничего нет. Она просто от тяжелой работы тебя спасла. Я стал молиться и смотреть. И ни раньше, ни позже. Сегодня полез туда. Я думаю, а когда я тут молился? И сразу залез. У меня лесовка на чердаке висит. Сразу упокоился. Тихо. Потом пришел дома. У меня, видишь, лежит мое оружие. Я по лестнице сразу кверху. Это лестница называется. Вот. И твой разговор у меня пошел дальше. А что ты сделал после того, как тебе это открылось? Сегодня ты сказал. Вот. Вдруг я понял. Тебе как откровение какое-то было. Да, Игнатьевич, со мной всегда это, это, как сказать, это заноза детская. Она всегда со мной. Понимаете? Какая? Ну, вот то, что без инициативность такая вот некая такая. Все время ты лишний везде. Ну, да. Я над этим работаю, но вот, но это так, как-то так совсем медно идет. У нас не мать, как звать? Елена. Елена. А ты бы матери сказал, Елене-то, когда она тебя оставляла на чего, сказал, знаешь, матушка Елена, я тут лишний. А ты, нет, ты сразу посмотрел длину платья от пола. Ой, да, я прикольно. Ты понимаешь, у тебя юмора нету. Пустоголовый. Да, есть у него. Ты бы ее так развеселил, она бы и дальше работа-то пошла, и Настя у тебя совсем другая могла бы быть. Она поняла, какое счастье привалило ко двору, да так много. И вдоль и поперек. И ты, когда это сказал, я размышлял. И вот интересно, как все это связывается с этим. Мысль у меня в таком направлении. А что ты, когда тебе эта мысль пришла, что виноватый кто-то, почему ты ничего не переломил, и их не переделал родителей? Ну, я выбрал легкий путь, как бы, как я думал. Ну, не знаю, почему, как, почему. Я просто воспользовался и вот стал таким трутеньем, вот как вы говорите. Вот у меня отец, он видел, что я главный точильщик деревни. Пилы тащить деревню тут, это не город-то. Овешек стричь, такие большие овешки, ножницы. Вся деревня ко мне стекалась, а я еще учащийся был. И они понимали, точить это напильник, я уже знаю. Напильник, он у меня остается. Я другой могу натащить, уже не сразу сходит, напильник. А в деревне что, молоко, яйца, сливки там. И у меня, я обеспечен был, и отец всегда наказывал. А уж когда я печи научился делать, у меня дед был печник, мама печи ложила. И уровень от них достался. Он говорил, сынок, ты так делай, чтобы тебя еще раз пригласили. То есть я должен так сделать, чтобы все окрестные печники языки проглотили. Я в городе Барнауле, может быть, на первое место по печам вышел. Речь вот о сотнях печей, разного калибра, с котлами, без котлов, комбинированной с русской печью. Под моим именем стали ходить другие. Один мужик пришел, говорит, вот пришли татары, и говорят, команда их, это я их посылаю. Он говорит, прораб, узнали, что я прораб. И говорит, он сам не делает пищи, а мы делаем. А у соседа, говорит, они делали целую неделю втроем, и поить, и кормить, и сделали, она дымит. А вы делали рядом, две пищи за день. Все уже знают, что две пищи за день никто не сделает. Две пищи вот такие вот, каждый кирпич на место, и затопить две пищи. Ну сделайте мне, я заплачу больше. Ну зачем посылать ко мне команду? Я говорю, а слышите и слышал, а кто они такие? Даже татары подыгрывают. Ну ты знаешь, как называют эти люди, которые вороют чужие стихотворения, под своим именем выдают, как? Плагиат, что ли? Ну конечно. Печной плагиат. Понимаешь как? Я никогда не делал каменки, печи на чистую. В бане никак, только так. Дым идет в двери. Я думал сделать, как-то сделать короб такой, чтобы он хватал и уносил туда. Я сделал, и видимо где-то заузил что-то, оно не пошло. Отец в бане был и говорит, горьковатый запах. Я теперь услышал горьковатый запах, это нехорошо, это угарный газ. Я дождался, сижу занимаюсь, там вышел в сене туда, а время осеннее, кажется, было. И как только я увидел, что отец уснул, все, я мастерок, кельму свою, молоток свой, раствор развожу, и к утру я печь всю переделал. Утром пошли, новая печь стоит. То есть, ты себя не казнишь. Однажды я пришел в контору, я не танцевал, молодежь ходит, но я пришел. И у меня в глазах лампочку смотрю, а две лампочки, это значит у меня уже разводение пошло. Я скорее оттуда встал, чтобы пока никто не видел-то, выпил лишнего. Вернулся домой, а у отца денник называется, где коров выгоняют, ну, до потолка примерно, вот как здесь. Ну, сколько тут, ну, два с лишним, два с половиной метра. Снегу я начал кидать. До утра выметывался, вот та площадь большая, а комки перекатываются, я не вижу, и ударяется в дом. Мать слышит хлоп, хлоп, и она вышла среди ночи. Сынок, ты что же делаешь-то тут? Да это уже до весны никто не выкидает. Еще я рублю их кусками и выбрасываю, к утру все готово было. Я был безжалостен к самому себе. Я здесь сделал неправильно. Я должен выправить, и все должны это увидеть. У тебя вот этого нет. Я живу в маленькое пространство, вот здесь вот. Ну, совсем маленькое. Ну, около 13 квадратных метров. Про все где-то. И время от времени я в день три раза подметаю. Вот у меня веник. Три раза подметаю. Выметаю. У меня плодисосов нет, и я не люблю это дело. И подметаю оттуда, в печку там или куда-то. Что-то. И вдруг появляются опилки. Крупные опилки. Не такой пилой пилен, а бензопилой. Я Володе говорю. Володя, ты как побудешь у меня здесь? Я стал замечать опилки. Да я не пылил вроде сегодня. Володя-то. Ну, опилки? Прямо опилки? И на этом заглохло. Проходит время. Опять опилки. Когда мы с тобой сегодня поговорили. Ты глубже-то не копаешь. Тебе надо было дальше о родителях уже позаботиться. Что они сделали. Рассказать, какую беду они сделали с тобой. Чтобы они в этом покаялись. А ты все заглушил, и тебя посылать никуда нельзя. Ты опять в вальяжной походочкой. И бежу, пошел за колуном. За этим запреты, потоптав под ноги. Я возвращаюсь сюда. Я сегодня выхожу. Сейчас быстро надо будет обуться. Выходить. У меня кошка здесь гладкошерстная. Здесь она или не знаю, сейчас вышла или тут она. Тут она? Да, да. Бузка? Котята едят. Бузка, ну как где она? Бузка, Бузка. Ну вот она пришла. Бузка, 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 Бузка. Бузка, Бузка, Бузка. А вот эта. Паля, иди сюда. Да, 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 Паля. Паля моя, Паля, пошли. Вот слышала она, на улицу пойдет. Вот она. Она, вот какая у ней шерсть пушистая. Посмотри какая. А теперь хвост посмотри какой. Но, ой какой. Подожди, подожди. Она посмотрела как. Теперь у меня вот щетка. Я ее вычесываю. У нее опилки оказались. Подожди. Подожди, вот она где. Опилочки у нее тут. Да надо убрать. Вон они полетели. Видишь, падают опилки. Ой, ты какая хорошенькая. Я ее сейчас выищу. Вот они, опилочки с нее посыпались. Подожди, подожди. Вот так. Ой. Ой, охота на улицу ей. Ну-ка давай посмотрим. Все ли у тебя тут в порядке? Чистенькая. Мне штанишки какие шикарные. Сама она такая. Вот она. Видел? Давай, давай сюда, давай. Подожди. Паля, Паля. Паля, Паля. Подожди, да подожди. Да хорошенькая моя. Смотри. Вам видно опилки? Ну, маленькая. Ну, уже пятый может раз все обдираю ее. Вот она что. Оказывается, она приносит опилки. Так, выходим отсюда. Обувайтесь. Пошли на улицу, пошли. Да пошли, моя хорошая. А то она легкая-легкая. Посмотри, где же. Да. Так, я сейчас обуюсь. Вот сейчас мы посмотрим. Я выхожу, вот они опилки. Я все сметаю. Гляжу. А самое большое, то вон где опилки-то. Вот они крупные какие опилки. Вот. Ну, я это выметаю, кажется, третий раз сегодня. Опилки откуда? Значит, она оттуда соскакивает. Э-э-э-э. Крыша-то опилками закрыта. Смотри. Вон та лестница, она кривая, шаткая такая. Вон там вон дырка, вон. Внизу. Я пошел. Дальше, при дожде. Скользко, я ползком. Сапоги скользят. Я вот здесь вот, на четвереньках туда приполз. И закрыл. Кое-как там она согнулась, выправил. Прихожу. Здесь все размел, убрал. А она куда-то делась, ушла. Прихожу. Ба-а-а. Тут еще больше опилок-то. Я посмотрел. Вокруг теперь надо осматривать. Залез снова туда. Она со мной туда залезла. Но внутрь я не пускаю. Но я посмотрел, там опилки мелкие. Не такие опилки. А как от пилы. От обыкновенной. Что же такое дело-то? Я опять слез. Да что же такое? Я ее обчистил. Гляжу, она зашла. Вся в опилках белая. Столько опилок-то. Значит, мне надо копать еще глубже. Я тогда стал смотреть, куда она ходит. Гляжу, она пошла туда. Потом сюда. Я стал уголь рассматривать. Пошел вот здесь, где она идет. К Надежде Василины. Может там где. И там нету. Но уже как я очистил ее и все убрал. Полез туда, там нигде опилок нету. Второй раз полез. Долез с той стороны. Там чемодан Андрея, дроба-то с инструментом. Задвинул намертво, чтобы она не залезла. Думаю, может она как сделала-то башкой-то отодвинула. Нет, вот она пришла, идет. Идет, красавица. Паля-паля-паля. И откуда вся. У нее шерсть такая. И она шерсти там много у нее. Это опилок-то. Она пришла вся белая. Я начал трясти из нее как сито. Что делать? Где? Пошел все. Вот эти у меня где дрова, все обсмотрел со всех сторон. Нету. К бани нету. Но откуда опилки? Туда она не зашла. Наверху опилок нигде нету. Да что же делать-то? Я стал смотреть. Опилки вот здесь на угле. Вон она, видать. Вон, видишь? Белая. Прямо рядом. Прямо около руля. Да, видно, видно. Вам видно, да? Да. А вот здесь я стал смотреть. Тут еще больше опилок. Я еще глубже копаю-то. То есть я уже где-то совсем рядом. Я на Володю думал, что он там приносит. На пиле работает там. Я три раза подметаю, он придет у меня. А тут вот они опилки. А вот это тюрюк называется. А вот этот мешок внутри. Я тогда тюрюк-то вытаскиваю, а в мешке эти опилки лежат. Видимо, Витя, когда был здесь, он собрал эти... Я тогда что же делать-то вытащил. Перетрес все. А куда девать-то? И смотри сюда, за мной. Пойдемте. Мне надо куда-то опилки идти теперь. Я еще глубже копаю. Я нашел такое место, что может парик не отмежать. Пересыпаю их вот сюда вот. Вот. Смотри. Вот такие опилки. Когда я их сюда высыпал, я не пошел сразу высыпал. Так посмотрел, они сухие. А они нужны для выделки шкурок. Обезжиривать. Жир, когда ими натираешь, но она набирает с себя жир. Я тогда давай опять эти тюрюк пошел в мешок и давай туда собирать. Это я собрал. Тут куча целая была. Заново. Один, это когда я от вас ушел дальше после обеда-то. Туда унес. Тюрюк этот выхлопал, а этот завязал как следует. Мешок. Это в мешке сейчас опилки лежат. Но это уже, ну раз в траве тут мелкая трава была. Вот я тогда пошел к тебе. И у меня мысль все крутится, что ты утром сказал. Я виню другого. Два месяца опилки появляются, я не могу найти. И сегодня открылось. Ты мне помог, благодарю. Ты не хочешь копать глубже. А глубже копать, это значит Виктору, Людмиле, своим родителям сказать. Сегодня ты должен сказать им. Вот так и так было, скажи, как мне это теперь приходится трудно-то. И вы не подсказали, что я не жизнеспособный. Что надо в любом вопросе копать до конца. Откуда это происходит? Откуда зло? Вот оно где. В этом мешке. Вот я теперь докопался. Докопайся ты. Обыкновенные опилки, которые в комнате, они у меня какими кругами сегодня я ходил здесь. Куда высыпать? Где найти? Нашел. Куда их деть? Вот и все. А опилочки маленькие в доме под ногами, они мне сильно не мешают. Но я хожу босиком, я люблю, чтобы было чисто. Три раза в день это как каждый день. Я тщательно подлетаю. А только думай о тебе. А почему же ты-то, дружок, не копаешь? Ты копай глубже. И найдешь, что в тебе вина. А мешок открытый лежал, и в этом тюрике внутри она там то ли скрывалась, или тепло. Ну, видно, тепло опилки. И теперь ты докопайся из этих опилков. Ты вылезь сам. Почему оно было не завязано у тебя? На улице. Иди, ты только не вздумай обижаться, это фишка будет. Вот это вот я все перебрал. Где опилку-то, я же не знал. И так, половина находится внутри. И внутри я их все-таки раскопал. Раскопал, и теперь я там, посмотри. Нашел веревочку тут. И теперь я их сохранил на тот случай, что раз он, видите, вот оно где. Вот оно где, откуда. А она там заходила, спала. А так как шерсть у нее негладкая, может быть, там и буска была. Но дело в том, что теперь-то ясно. Она спрыгнула оттуда, а с нее как порох посыпался. Я увидал. Но я не понял, что она не с крыши, а с угля. Вот кто посмотрит и скажет, о-о-о-о-о-о-о. Детектив. Скажет, пора старика в дурдом сдавать. Они и так, эти шпана-то, говорит. Понял? Ты меня на это надоумел. Копать глубже. А ты бы сказал, родители так. Так, у меня тоже родители не были не такие. Я с мамой, вот урывка здесь вот 10 километров, Вон где столбы идут по бугру За них туда прямо урывка И мы пошли Я все говорю, мама, без священства спасения нет Евангелие уже принес И она говорит, давай, сынок, сходим в урывку Там старики, беспоповцы, кержаки Как они будут? Пришли, а они ушли, все старики Какой-то праздник был безбожий Со своими кружками выпивать Выпить можно, и пьют, но только со своей кружкой Ну и обратно идем Ну и я запел Какой я певец-то? Ну тут я запел прямо на бугре Только оттуда выходим Из-за бугра видна Потеряевка И я запел А в последнем времени Как будто это интересное такое было стихотворение Не мое И в это время Господь, мать, начал касаться А там березы не сошли Я говорю, давай тогда веников наломаем Унесем, не ходить никуда Попутно березы-то И когда ломали, отошли где-то Мать впервые встала на колени И обратилась к Богу То есть моя многолетняя Вот эта, она загадки разные загадывала Мать Вот у ней пчелы 25 Она каждому Вот у отца овечки, а у матери пчелы И отец, вот эта овечка твоя Вот эта старшему сыну, это моя И сколько она принесет ягнят, это уже мои То есть дети фои имеют свои А мать колодка пчела, это твоя А с нее она качает 30 килограмм или 40 меду Это все твое Ну она Сделай сынок, я еще не знал Это сделай колодку Да какое я делать это? Я сделала она тяжеленную, но она прочная Ее трактор мне раздавишь Ну она тогда самую слабенькую семью посадила То есть пчел не 50 тысяч там, а может быть 10 Ну совсем слабенькая И Бог, она всю жизнь Дед был пасечник, держал пчелы Она, и она загадала Если Игнатий прав, то господи и вищу дана Там еще там поставила-то какие-то И она наполнила все с магазином Проходит несколько дней переполненным медом Пчелы столько накачать не могут Натаскать не могут Мать только скачает мед весь Поставит Через несколько дней приходит, все заполнено медом Как будто другие пчелы с других ульев Этого не бывает так И она совсем мать тогда все И тогда поехал я Все она была принята Как говорится, довершена Причастилась И в первый раз И приняла истину Старобрящество Белокринитской иерархии Вот как А уже отец-то Отец тогда в патриархийные приезжали Уже перед самой смертью отец все принял Так отец когда гуляли Кто-то меня подковырить встал А отец уже выпивший был И он говорит Ну уж если верить, то верить как мой сын верит Неподкупное и безотказное И все И мужики тебе присели Копай глубже Виновен я Вот у нас Гордеев там эту майку Насыпил из Германии И беншайся Туби шоль То есть я говно А вот так палец говорит Виноват ты Вот так Я говно А виноват ты И он надел эту майку Я тогда ему разъяснил Когда он снял Больше не надевал ни разу Так я не стал сам Я перевел И испугался даже Здоровый дядька 83 года Он в этой майке Я тогда позвонил нашей Зине Московой Она немецкий язык Преподает в Алтайском государственном университете Она Нежная такая Ну знаете Это вот Навоз Я говорю Не навоз Может дерьмо Ну да Я говорю Говно Ну как-то не так Ну так Это так и есть Она Тогда я Созвались со своей племянниц Она в Германии уже язык Знает Разговаривает Второй ребенок родился Кажется один Рафаил Или кто Я к ним заезжал В Германии И она сразу с мужем Видно Переговорила Она говорила Да это так Такие майки бывают Для смеху То есть Я себе не доверил Хотя я прочитал Я понял И думаю А может я ошибся Уже 50 лет в руки Не брал немецкий язык Понял как Копай глубже Копай глубже Найди что виновен ты Во всем Что у тебя есть Все Я тебя посылаю Володя Или как Ты сказал Нет Когда я пошел туда Мне Игнатик сказал Забирай все Все Не торопясь Проверь Везде Ключ кладешь на место И туда больше не заходишь Так Да Так Игру в 2 недели проходит Ты никаких уже в доме сидишь Я что должен думать За кого ты меня считаешь Говорит А Ванька Ветров Мне никак это не подходит Я зашел Раньше времени Ласточка вылетела Вот она летает Она залетает туда Пойдем Посмотрим Смотри Она сейчас выглядит Вот она летает Видите Сейчас она летает Вот она Вот она Это Предбанинка Это я сегодня отсюда вырнул Я иду В одну баню Пошел в баню И в одну баню Все пропало Все Скорее пропало Когда в баню нырнул А ты же видел Раз нету здесь вентиляции То это все гниет Я вот сегодня пошел мимо И скорее все вырвал А там прополз вокруг В ту сторону Одна минута свободная У хозяев Я на квартире Я же все по квартирам жил Я сразу Никто не заставляет Я смотрю Ограды нету А я на стройке работаю Я выписываю Самые хорошие Лиственницы Гвозди С хозяевами переговорил Да нет Да трудно Да гвоздей нет А у него и ребятишек много Я сделал Подвала нет Подвал выкопал Сарай нет Сарай поставил А мне выезжать скоро Я ухожу В другой город Но я все у него Хозяйство поправил Поехал Все что мне Все оставляю Беру с собой Только свои книги И одеяло Где бы ни жил У меня везде друзья Приезжаю Я на месте Покупаю матрасы Подушки Все заново Уезжаю Все оставляю хозяевам Какие наши отношения Это в Пензе Карпов Саша А она Марфуша И у них четвертый ребенок Ну и осмотрели Врачи говорят Рожать нельзя Она умрет Там неладно у нее И вдруг появляются у нее Они баптисты Баптист Бородой Кладистый приехал Врач И он тоже осмотрел Их в общине Баптисткой И сказал Рожать нельзя Она пришла Плащет Братик Игнатий Что же делать Я говорю Марфуша Давай снова молиться Давай Она говорит Что я Ну что-то неладно Как будто бы Это Бог И мы с ней молились Она на рукой Не крестилась Молились И ребенок родился Нормальный Паша звать Так его так и звали Игнатьев Он спас Четвертый ребенок А еще после этого Родилась семерка После этого У нее 11 детей Все врачи предсказали Рожать нельзя Все обманщики Почему? Бог А теперь смотри В баню пойдете Я говорю Зашел и вышел Один раз зашел Там парься Что угодно Как вышел Поскори оттуда Почему? Ласточка Ты можешь свет дать Свет ей дать Тут у меня нету Открывать Вот оно гнездо Смотри Зайди Только не подходи близко Они полуголые И могут вылететь сразу У них Такой закон Прятаться надо И они сидят Желторотые Там рты раскрываются Смотреть можно Но трогать нельзя А есть свет? А есть идет свет Но не видно где-то Теперь А мне надо узнать Как сейчас Толашечки залетают Вот она летает Видишь где? Я теперь вытащил Смотри Ну это твоя баня Вот она Ласточка первая Вот она где была Смотри Свела гнездо Вот где гнездо было Вот Которое я снял И этой По линии отдал Вот она Вот здесь вот На этой Вот у ней гнездо было Вот Вот здесь вот Ну тут Вот смола выступает Ясно что Так я парился Когда майкой Тут трусами Закрывал ее Но видимо все-таки Повредились Я гнездо срезал И с яйцами отдал А они вот Здесь сидят Но мне надо узнать Как часто Они по имени Летают Иди сюда Свет можешь выключить Что я делаю? Я вытаскиваю козла Вот Никто не догадается Почему я в сторону Теперь я на него Сажусь И часами Сижу Смотрю Теперь я Могу знать Сколько раз Она залетает туда Чтобы ее не беспокоить Далеко Она меня уже не боится Они привыкли Ко мне Я теперь все это Никто не заставляет Я могу это в интернете узнать Но Интернет это одно Другое дело Я сам Вот это что так Прибито гнездо На чем сделать Это я им сделал Вижу залетают Вот сарай-то мой тоже И там тоже несколько гнезд У Истиновых 9 гнезд дома У Игоря 88 Умножить на 5 8 Естественно 5 и 40 У него Пятеро она Пятерых 4 и 5 В гнезде И отец с матерью 7 7 А на 8 56 Отбросим 500 ласточек И все Вот она летит Видишь Ну глянь Глянь Вот она Вот она Давайте дальше отойдем Она полный рост Полную сетку По нашему сказать Набрала продуктов И несет Вот сюда вот Отойдем Вот посмотри Маленький Посуда поверьте Скорее Вон она Она залетела Обе залетели Сейчас смотри Вылетать будет Держи Видите теперь Не шевелись Раз Первая вылетела Раз Вторая Видел Вот она Во рту Понесла То что они оправились По мед Они очень Очень чистоплотные У нас Тамара Умного Яковлева Во сне Видела К рыбам Склонились А рыбки Разговаривают С ней Она говорит А они Говорят Мы тихо Говорим Вот я Не слышите Она Я тогда Решила Спросить А ласточки Верующие Они Говорят Они все Верующие А воробьи Воробьи Бывают И верующие И неверующие А собаки А эти все Неверующие Говорят Это рыбки Не отличаются Сережа Не в обиду Будь сказано Вон она Винал Залетела Издалека Можно наблюдать Дети этого не понимают Они хотят вплотную Суслик Подойти Он в норку нырнул Ничего нет Я говорю Издалека Научитесь наблюдать А я вот сижу Я могу записывать Сколько она разбывает Она надолго Так что Она проверяет пеленки Памперсы Все Выбросила Сегодня погода подходящая Ветер не сильный Мошки много Они очень быстро ловят Кормят одной мошкой Не червяком Ни чем-то Только мошкой И они у нас в храме Во время молитвы Вот так летают Ты понял? Это ты, Дайвич Когда сказала родителям Что мне пришло На молитве И раскрылась Тайна этой Ну Опилок Наконец я нашел Завязал А я к Володе Ведь претензии имел Володя Сапоги надо вытряхивать Когда идешь туда А ты как А Именно она Только что была А я и не видал Все интересно? Да Очень интересно Вот этот отрывок Когда скосили Знаешь как называется? Новая выросла Нет Оттава А столица Канады Как называется? Оттава 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 Да, вон она Смотри, залетела Вот она Глянь на дверь Внимательно Раз Ласточки И когда у человека Хорошая машина Он называет Ласточкой Лошадь Ласточкой Называет Женщину Ласточкой Понял как? Ну все на этом Слава Иисусу Христу Мы прошли Хороший урок Сегодня Уходим Володя тут что-то делал В это время А я вот прополз Вот видишь Прополз Прополол Вокруг На коленях Потому что Уплотную ему Пилить-то нельзя Этой косой Этой косить А теперь Он может взять Еще угол Я плохо Обделал И тут Вот прополз Дальше До конца Этой косой Он засох Обломал Машина Может выезжать Крапива какая Это мне обидно Крапива Шарик Ты бы хорошо Растик с собаками Провел А потом вернул Назад Смотри Вот теперь Что делаем Все Жгущей Крапивы Нету Ты где Прошел Чтобы видно Здесь был Виталий Вот еще Тут уже Искосить Можно Хотя Убираешь Вот оно Искосить Можно Тут Литовка Ходит Знаете Ганч Вам отзыв Нужен? А? Отзыв Людмилы Того Дочка Не давали Как Сергеем Помог Видео Нужно Вам? А где оно? Ну мы сейчас Принесем вам Ну еще принесем Я возьму Дождите Я перекачаю Мы с тем умыслом Хотим Что это Все-таки Еще раз Взять у вас Перекачать Не дам пока Ты видишь Меня как запутали Я сказал Вернетесь Мне отдать И вы не отдали Меня сейчас Сегодня выставили Я не знаю Я имею ввиду 20 роликов С лишним выставили По полторы минуты Сергей просил Каждое выступление Орви Я рвал Я не об этом говорю Я дал бы Написал Каким номером Рвал И слепили бы Полчаса В одну папку Я складываю 10-15 роликов И слепляют В администрации А теперь Они не знают Куда И решили По одному И выстрелили по одному Теперь я Сейчас написал Письмо Уберите Все Сделайте По полчаса То есть Ваша самодеятельность Она ничего не дает Кроме Трепотних Вы не самостоятельные Вам нельзя доверять Не начальники Ты будь лидером Лидер Лидер Знать Уметь Решимость Беспощадность Привлекательность Вы не вызываете Привлекательности И поэтому Ты бы знал Сколько у меня Женщин Которые любят Меня И не просто так Любят А Как люди понимают Обстиран На шатком В своем табурете Как в кресте Чистые сестры И ум и Блудом неисточен По-прежнему Острый Сестры Я тебе сейчас Подряд буду называть Я приезжаю Когда они меня задушат В объятиях Я по коридору иду А не хватает Представь Ведьмила Степановна Как давнет А Зверева А Лена Политыкина Перечислять буду Которую Галя Галя-то это и то Никаких мыслей Дурных Ничего нет Любовь Любовь настоящая Христианская Чистая Обнимают меня Мощи оди Мощи оди Мощи Живые мощи Это интереснее Чем мертвые мощи Так Я вас возьму Все на этом Брат Отрывай Идите с Богом Субтитры